Здравствуйте, друзья, любители текстиля! Сегодня продолжаем исторический раздел об истории ткачества о знаменитых и не очень изобретателях и сегодня о Джоне Кее, человеке, который изобрел летающий челнок. Челнок – это устройство для прокладывания точной нити в зеве между поднятыми и опущенными нитями основы. Применялся он в ткачестве с незапамятных времен в наручных ткацких станках, изготавливался из твердых пород дерева и в челнок вставляется шпуля с уточной нитью. Вот так вот она выглядит. Когда челнок пролетает через зев, уточная нить свободно сматывается со шпули и остается в зеве. После этого нити основы меняются местами, нижние поднимаются вверх, верхние опускаются вниз и уточная нить оказывается переплетенной. Далее челнок летит в обратную сторону, все операции повторяются и так далее. Но так происходит сейчас. А до изобретения Джона Кея челнок передавался вручную. В левой руке ткач держал челнок и передавал его в правую руку. Затем менял нити в зеве и так далее. И как вы понимаете, ширина ткани была не больше размаха человеческих рук. То есть полтора метра семьдесят. А если вы хотели получать более широкие ткани, два метра и больше, значит вам необходимо было два ткача, два человека, и один ткач передавал челнок второму человеку для прокладывания точной нити в зеву. Но обо всем по порядку. Джон Кей родился в 1704 году в Англии, около города Берри, в ланкашерской деревушке Волмерсли. Он был пятым ребенком среди десяти детей своего отца, который был фермером, и умер еще до рождения Джона Кея. Сын он завещал 40 фунтов стерлингов и оплаченное образование до 14 лет. Когда Джон Кей подрос, он пошел работать суконщиком в Колчестер, но достаточно быстро вернулся оттуда, заявив, что он уже освоил это дело. Его стремление к усовершенствованию ткацких станков проявилось довольно рано, поскольку с ранних лет он уже делал какие-то небольшие изобретения. Около 1730 года он делает свои первые изобретения. Это были берда для ткацких станков, а также изобретает процесс прочесывания для носков из махера и гребенной шерсти. Также ему приписывают изобретения стальных берд. Посмотрите на картинку. В те времена берда делали из рога или из дерева, а он придумал стальные берда, которые, соответственно, были более прочные и более износостойкие. С этими бердами он стал путешествовать по Англии, продавая их различным мануфактурам, ткачам, которые устанавливали их на ткацкие станки. Он их подгонял, изготавливал и так далее, и вернулся в Берри, где женился. И вот в 1733 году Джон Кей патентует тот самый знаменитый летающий челнок для ручного ткацкого станка, который позволял вырабатывать широкие ткани на ткацких станках, которые обслуживались одним ткачом. Изобретение этого летающего челнока было вызвано именно желанием Джона Кея устранить вот это вот узкое место в ткачестве, то, что невозможно было получать широкие ткани с использованием одного ткача. И плюсами изобретения являлось следующее. Ну, во-первых, очень сильно увеличилась производительность ткацкого станка, так как он летал с большой скоростью. Второе. Ткач не должен был вручную протаскивать челнок через ткацкий станок. Ну и еще одно. Стало возможным получать широкие ткани на ручных ткацких станках, обслуживаемых одним ткачом. Огромный рост суконного производства в Йоркшире в 40-х годах вызвал дефицит рабочей силы, так как два человека должны были обслуживать один станок. Это было неэкономно. А тогда в Йоркширском округе выпускалось около 100 тысяч кусков сукна в год. Кроме того, ручная прокидка очень сильно утомляла ткача. Ну, действительно, он тяжелый. Это тяжелая работа. И замедляла процесс ткачества. В патенте 1733 года было сказано, что это челнок, изобретенный недавно для лучшего и более аккуратного тканья широкого сукна, саржи, парусных и других материалов. Кей назвал свое изобретение колесным челноком, но другие называли его летающим челноком из-за его высокой скорости. Его челнок описывался как движущийся со скоростью, которую невозможно вообразить, настолько большой, что его практически не видно, а видно только маленькое облачко, которое исчезает в то же мгновение. Давайте вспомним фильм, особо опасен, про образство ткачей, где для того, чтобы попасть в общество посвященных, нужно было рукой во время полета челнока через Дев успеть его схватить. Посмотрите, как выглядело на схеме устройство Джона Кейдж, его челнок-самолет. Аппарат, его показан на рисунке, а сущность изобретения сводится к следующему. К обычному челноку, вот такой, как вы видите, приделывали 4 ролика, при помощи которых он должен был катиться по Зеву, по склизу Ботана, длину около 2,7 метра. По бокам были установлены две челночные коробки. Посмотрите, пожалуйста, на рисунке, где находились погонялки. Такие рычаги, которые наносили удар по челноку, и он пролетал через Дев. После этого погонялка с помощью пружины, которую тоже, вы видите на схеме, возвращалась в исходное положение. Наибольшей сложностью конструктивность заключалась в том, чтобы поместить склиз Ботана так, чтобы он не мешал перемещению нити основы при смене Дева. Кей решил эту задачу помещением склиза Ботана внизу Ботанного механизма. То есть челнок летел по нитям основы, находящимся в нижнем положении. Пролетал через Дев, после чего нити основы меняли свое положение. Начиная работу, ткач дергал за левый шнур и приводил в действие левую погонялку, которая наносила удар помыску челнока своим молоточком и заставляла его пролетать через Дев. После этого он нажимал на педаль и нити основы менялись местами. Проходило прибивание у точной нити. После этого он дергал рукой за правый шнур и отправлял челнок справа налево. После чего, соответственно, образовывался новый дел. Дело в том, что во все времена в текстильной промышленности процессы придения и ткачества очень сильно связаны между собой. И то количество пряжи, которое производилось за определенное время, должно было быть преобразовано в ткань примерно за то же время. Этот баланс было поддерживать чрезвычайно трудно, поскольку один ткацкий станок давал работу пяти или шести прялкам, что постоянно вызывало нехватку пряжи. Ну а разумеется, с изобретением летающего челнока дефицит пряжи еще более усугубился, а вот этот разрыв между производительностью прялки и ткацкого станка стал еще больше. Мало того, что росла цена на пряжу, ну было невозможно получить необходимое количество пряжи в сжатые сроки. И эта потребность вставала все более остро, пока она не была решена изобретением прядельной машины Джона Уайета и Льюиса Пола. Но это уже совсем другая история. Джон Кей сформировал товарищество в Колчестере, чтобы начать производство новых челноков. Но столкнулся с тем, что сталкивались до него и многие другие изобретатели с вечными упреками, что он отбирает хлеб у ткачей. Но действительно, представляете, там, где работало два ткача, оставался один, а значит, огромное количество рабочих оставалось не у дел. А в те времена в Англии, во Франции чуть ли не треть населения во многих городах занималось предельным и ткачеством. К сентябрю 1933 года колчерские ткачи были настолько беспокойны в создавшейся ситуации, что приставки не даже написали королю с просьбой остановить изобретение Джона Кея. Ну, в 1938 году он отправился искать счастье в Литце, но там он столкнулся абсолютно с той же историей, с такой же вразительностью со стороны производителей. Они готовы были использовать его челнок, но не хотели платить ему за изобретение, за использование патента, за который он просил совсем небольшую сумму, 15 шиллингов. И поначалу его партнеры возбуждали многочисленные судебные иски о нарушении патентных прав. Но, если даже какое-то из этих дел они выигрывали, и оно было успешным, то компенсация была ниже судебных издержек. Дело в том, что ткачи лица, что они придумали? Они сформировали такой шаттл-клуб, как они его назвали, синдикат, который оплачивал любые расходы, установленные судом, если кто-нибудь из них проигрывал Джону Кею. Представляете, что они придумали? То есть, любой человек, которого засудили, ему оплачивали эти штрафы, вот этот синдикат. И такое патентное пиратство, которое, в общем-то, обанкротило Кея, но изобретение вот этих шаттл-клубов было достаточно гениальным, надо сказать. В 1745 году Джон Кей и Джозеф Стел запатентовали машину для ткачества узких лент. Они предполагали, что она сможет работать с помощью водяного колеса, но не смогли реализовать эту идею, поскольку из-за судебных издержек Кей был практически разорен. Разоренный, преследуемый, угнетенно-моральный Кей был вынужден покинуть Лиз и вернуться в свой родной город Берри, где рождается его 12-й по счету сын. Он дальше пытается продвигать свои челноки, продавать их производителям шерсти, но не может убедить их в том, что они достаточно прочны для производительного процесса. Следующие два года он тратит на усовершенствование своей технологии по сравнению с патентом 1933 года. Его продолжают преследовать, в Лидсе произошло вообще страшное событие, произошел настоящий бунт, в его дом ворвались мятежники, которые разгромили ваткатские станки, разграбили дом, и Джон Кей был вынужден уехать в Манчестер, спрятавшись в мешке с шерстью. В это время торговое бюро во Франции поддерживало текстильные инновации и активно спонсировало иммигрантов, которые занимались изобретениями. И воодушевленный этой перспективой государственной поддержки, Кей покидает Англию и уезжает во Францию, хотя он никогда не был во Франции и не говорил по-французски. Ну, как вы понимаете, этому побегу способствовала полная невозможность получить какую-то сумму за свои изобретения в Англии. Он отправляется в Париж и на протяжении 47-го года ведет переговоры с французским правительством о единовременной выплате за свое изобретение. Тем не менее, получает отказ в выплате большой суммы за использование своего патента и соглашается после долгой переписки на 3000 ливров единовременно и пенсию в размере 2500 ливров в течение 14 лет в обмен на свой патент и на правила пользования этим патентом. Получив вот эту привилегию, Кей остается во Франции и активно начинает продажи своих челноков для ткацких станков. Но, как и всегда, оппозиция, ретрограды и мятежники не могли остановить технический прогресс и к 60-м годам 18 века практически все английские ткачи уже пользовались летающими челноками Джона Кея. Он сохранил за собой исключительное право продавать свои челноки во Франции и, несмотря на свой негативный опыт работы с английскими ткачами, его уговорили работать и с ними в различных провинциях Англии. Он перевозит своих сыновей во Францию для того, чтобы они помогали ему в работе и помогали ему в распространении челноков во французских и английских мануфактурах. начало механизации французского ткачества примерно 1753 год, когда там широко распространился летающий челнок. Большинство из этих челноков было копиями, сделанными с летающих челноков Джона Кея, которых, разумеется, он не получил ни одного сантима. Он очень сильно пытался навязать свою производственную монополию и начал ссориться с французскими властями, ненадолго вернулся в Англию, где обнаружил, что его перспективы не улучшились и возвращается во Францию в 58-м году, которая, в общем-то, стала для него второй родиной. И так он и курсировал между Англией и Францией, где ретрограды не давали ему развернуться ни в области ткачества, ни в области каких-то его других изобретений. Зимой 56-го года он обращается в английское королевское общество искусств с просьбой вознаградить его за многочисленные изобретения в области ткачества. Он предоставляет королевскому обществу свой новый усовершенствованный челнок, но королевское общество не смогло найти никого, кто разбирался в челноках, переписка прервалась и награда так и не была присуждена. В результате он возвращается в возрасте 70-ти лет в 74-м году во Францию, где пытается найти учеников, предлагает учить учеников ткачеству, если ему восстановят пенсию. Однако после долгой бумажной переписки он ничего не получает и как показывает эта переписка он получил за 5 лет всего 1700 ливров, какое-то время разрабатывал станки для качества хлопка, для придения и в 78-м году достигает полной нищеты, в это же время получает аванс для разработки одной из последних своих машин в жизни. По его последним письме от 79-го года интенданту торговли предлагалось еще больше изобретений в области ткачества, но так как эти изобретения не были сделаны, считается, что в 1779-м году он умер. А в его родном городе, в городе Берри, в 20-м веке он стал местным героем, его честь даже назвали несколько пабов, назвали Кей Гарден, и в 1908-м году построили мемориал в центре города в его честь. Вообще, попытки 19-го века признать его заслуги мало что дали, но к 1903-м году считалось, что потомки Берри и жители Берри задолжали память Джона Кея, этого удивительного гениального мученика, и все горожане должны внести свой вклад в реставрацию его наследия. Сын Джона Кея Роберт остался в Великобритании и в 1760-м году изобрел устройство для полета одновременно нескольких челноков в Зеве, и это стало предпосылкой для изобретения отказских станков для прокладывания многоцветных утков, то есть продолжил наследие своего отца. Его другой сын Джон, которого называли французский Кей, жил вместе с отцом во Франции, вместе с ним помогал ему в его изобретениях, и долгое время переписывался с Ричардом Аркрайтом, одним из изобретателей прядиных машин, который в парламенте подчеркивал необходимость патентной защиты различных изобретений. Форд Мэддекс Браун изобразил одну из таких сакральных картин и моментов жизни Кея на фреске в ратуши Манчестера. Мы видим на этой фреске челнок Кея, который лежит на полу под окном сбоку откацкого станка. Здесь вы видите легендарный эпизод, в котором Кей сбегает из своего дома в Манчестере до того, как бунтовщики успевают ворваться в него через окна. Видите, как он целует свою жену на прощание, а двое его здоровенных мужчин, наверное, это слуги, укутывают его в одеяло, чтобы засунуть в ожидающую за окном тележку. Все это так ужасно, что две маленькие девочки Кея очень напуганы. Его сын располосался на ткацком станке, он докладывает о продвижении мятежников и без сомнения по решимости защищать свой ткацкий станок. В это время семейная собака в левом углу яростно лает на бунтовщиков. В 1840-х годах один из его правнуков попытался популяризировать наследие своего прадеда в Колчестере. Он обратился в парламент за получением гранта для того, чтобы компенсировать все издержки моральные, материальные его предка в Англии. Но был неточным в деталях генеалогии, истории, и все его доводы были развеяны, разрушены, описаны как причудливые и ошибочные заявления, и, соответственно, ничего он так и не получил. Что ж, это еще одна история о недооцененном при жизни гениальном изобретателе в области текстиля, который внес огромный вклад в развитие ткачества, в развитие текстильной промышленности и вообще в научно-техническую революцию, прогресс 18-19 веков. Как видите, его жизнь сложилась тоже не очень удачно, ему не повезло, так как Жозе Мари Жаккарду он умер в нищете, но, тем не менее, благодаря рассказам его предков, благодаря, в том числе, и моему небольшому рассказу, мы запомним этого замечательного изобретателя. Всем привет! С вами был Текстиль Эксперт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова